Месяц май в этом году прошел под флагом гостеприимства. Традиционные экзамены в высшей школе сервиса и туризма совпали с Уральским форумом рестораторов и ательеров. Здесь мы собрали ательеров и рестораторов не только из Челябинской области, но и из соседних регионов. Есть представители из Тюмени, Екатеринбурга, Магнитогорска, Кургана и так далее. Индустрия гостеприимства – это такая сфера с историей. И происходят, конечно, определенные эволюционные вещи. Не революционные, но эволюционные. Если перечислять какие-то базовые вещи, которые должны быть и которые, безусловно, сами по себе эволюционируют, развиваются, но, тем не менее, как услуга остаются, ну, должны оставаться по-прежнему качественными и комфортными. Сейчас гости все-таки при всех своих поездках, какие бы они ни были, деловые или туристические, им необходимо что-то более индивидуальное. Вы знаете, эволюционные изменения происходят во всех аспектах. Например, если вы предоставляете гостю на выбор меню подушек. Ну, тоже такая актуальная история. Но если мы посмотрим на, скажем так, более среднеценовые сегменты, мы видим, что гости хотят больше времени проводить в общественных зонах. И большой упор гостиничные сети и бренды делают на то, чтобы общественные зоны гостиницы создать интересными, чтобы люди могли где-то в сеть спокойно поработать, где-то повстречаться, позавтракать. С точки зрения завтрака здесь, наверное, история немножко другая, потому что, знаете, здесь эволюция, она в том, что появляется, например, больше приверженников здоровой еды. Если вы оцениваете вашу целевую аудиторию как потенциально разнообразную с точки зрения этих потребностей, то есть вы начинаете внедрять некоторые программы у себя в плане здорового питания, вы тоже получаете какую-то дополнительную целевую аудиторию, но, может быть, не с точки зрения именно завтрака, но какое-то количество лояльных гостей, которые понимают, что именно в вашем отеле, то есть они получат то, что они хотели бы, собственно, при прибытии в этот город, то есть увидеть на завтрак, потому что для них это уже как бы норма жизни. Вообще у нас как-то мало внимания уделяется каше, ведь действительно каше, щита каша – пища наша, это действительно так. Ресторан – это всегда про еду, а еще про стиль жизни, уровень дохода и образования, про вкус, модные тренды, менталитет и культурный бэкграунд. Раньше мы хотели показать, что еда – это искусство, она может быть искусством. Процесс еды – это процесс не только гастрономический, он эстетический. Сейчас вообще все продвинутые предприятия, в результате гостеприимства, в том числе рестораны, отели, они должны стараться работать в парадигме экономики впечатлений. То есть они должны продавать не, если мы говорим о ресторанах, они должны продавать не блюда, они должны продавать впечатление. То есть продавать те же блюда, но как впечатление, то же вино, но как впечатление. Тот же номер в отеле, но как впечатление, понимаете, потому что людям нужны впечатления. Люди очень быстро ко всему привыкают. И впечатление, да, сегодня оно такое, завтра нужно подумать, как создать другое впечатление, но только так, потому что меняется рынок, меняются требования, И, собственно, не учитывать это, наверное, было бы с нашей стороны, я говорю о себе, о нашей подготовке специалистов, молодых ательеров, было бы просто упущение. В ресторанной сфере не задерживаются люди случайные. В профессионализм всегда заложена некая составляющая, которую не отразить ни в бизнес-плане, ни в технологической карте. Обычно на втором-третьем курсе ребята уже понимают, стоит продолжать, либо не стоит. Очень много студентов уходит после первого курса. И место здесь тем, кто не хочет ничего добиваться, нет желания чего-то добиться в жизни. А те, кто инициативные, кто любит заниматься какими-нибудь такими организационными моментами, очень понравится эта сфера, потому что здесь столько всего и общительность, и доброжелательность, и построить порядок действий в своей работе. Это столько всего, получается, и ты выходишь из-за комплекта. Поэтому люди, кто ничего не хотят, здесь сложно будет даваться. Когда вы приходите в заведение, и если есть девушка на ресепшн, хостес и все остальные, она прекрасно выглядит, но она не улыбается. Садитесь за стол, и официант тоже не очень улыбается. На мой взгляд, именно эти люди являются лицом заведения в первую очередь. Именно по ним судят о заведении. И потом только уже интерьер, и потом уже только блюдо. Потому что я миллион раз замечал, если официант профессионален, если гостеприимство является гостеприимством, даже небольшие проблемы по кухне, по цене, по отсутствию мест посадочных, все равно это очень сильно нивелируется. Ресторанные тренды – это тема историческая, географическая, немного технологическая и даже политическая. В последние буквально пять лет реальная тенденция импортозамещения – объективная причина экономическая. И нормальный интерес к гастрокультуре именно регионов. И это правильно. Я уже приводил пример Японии. Суши у нас сразу, Италия – пицца. Надо изобретать такие же истории у нас в каждом регионе. На мой взгляд, это самое правильное. Сейчас технологии и опыт поваров позволяет создавать новые блюда на основе как технологий, так и продуктов, которые есть здесь и сейчас. Если мы научимся совмещать целесообразность финансовую со вкусом и с умением повара создать хорошее блюдо, тогда все получится. Да, просто было огромное количество ресторанов, таких общеуниверсальных. То есть, когда в одном меню было масса всего, начиная от хинкали, пиццы и заканчивая суши. Сейчас главная тенденция, что рестораторы и шеф-повара поняли, что для того, чтобы что-то делать хорошо, нужно посвятить себя этому. И ограничиться чем-то одним. И это правильно, модно открывать. Если ты занимаешься мясом, то открываешься ты хаос. Если ты разбираешься, и у тебя есть возможность перевозить хорошую рыбу, значит ты делаешь суши-бар. Это главная, наверное, тенденция. При этом современные технологии – это в первую очередь то, что к нам приходит с Западной Европы. А там те технологии, там сювид, копчение и так далее, различные низкотемпературные вяления и так далее, dry age, то есть мясо продолжительного вызревания – это все приходит с Европы. Мы это тоже приходим к этому, потому что у нас сейчас появляются продукты, которые можно использовать каждый день, и они есть в нужном объеме. Именно поэтому сейчас целесообразность в этом есть. Ранее с этим были большие проблемы, потому что многие использовали в основном замороженную продукцию, я имею в виду в частности мясо, и многие использовали, ну скажем так, больше импортного. Сейчас все-таки более натуральное, более наше, отечественное, и, на мой взгляд, это дает хорошую перспективу. Главное, чтобы у человека была мера вкуса, в том, чтобы он не свалился совсем а-ля рус, но и не свалился в молекулярную. Общаться с рестораторами или шефами так же интересно, как с артистами или искусствоведами. Может потому, что каждый из них в душе художник, да, пожалуй, не только в душе, но и на рабочем месте тоже. Я адаптирую блюда под наш менталитет, использую русские продукты, но техники, сочетания я использую совершенно разных кухон из всего мира. Практически каждое блюдо – это смешение совершенно разных кухон. Сейчас у нас в меню есть свитчи из ладожского сигарда с соком абхазских мандарин. У нас есть корюшка жареная в темпуре с муссом из домашнего майонеза, васаби и сгущён. То есть это азиатские техники, итальянские. У нас есть паста с крабом из рожжаной муки. Паста из рожжаной муки с крабом. Это время итальянской кухни, японской, перуанской, какой угодно. И если работа повара порой напоминает процесс создания произведения искусства, то высокий ресторанный сервис похож на театральное действие, или скорее на ритуал, со множеством правил и условностей, известных только посвящённым. Воскоклассный сервис – это дорога с двусторонним движением. Безусловно, в первую очередь такой высококлассный сервис должны уметь проводить сотрудники. То есть они должны быть компетентны, они должны быть компетенцией, соответствующей требованиям времени, тенденциям, да, вот, допустим, в этом бизнесе. Знания визуальных техник давно уже практикуемые, да, это раз. Но, понимаете, когда готовы сотрудники, но не готовы гости, такой высококлассный сервис провести невозможно, потому что мы можем выложить энное количество самых редких приборов, можем сделать красивую, изысканную сервировку, но когда гусь сядет и начнёт путать приборы, бокалы, и вообще как-то ему будет неловко, от этого вся атмосфера мгновенно разрушится. Поэтому я бы посоветовала интересоваться правилами этикета. Читать литературу какую-то, есть множество видео по сервису, просто большой опыт ходить по ресторанам. Приходя опять-таки в ресторан, вы должны расслабиться, получать удовольствие, вот, и не стесняться, ни в коем случае не стесняться спрашивать, например, уточнять у официанта те моменты, которые, допустим, вам не понятны. Нам намного легче помочь гостям, рассказать это всё. Мы думаем на них только так, чтобы, как было бы лучше вам. Мы всё готовы для этого сделать вообще. И когда меня спрашивают, я думаю, что да, я готова рассказать всё, что я знаю, только спросить. Говорить плохо о гостях непрофессионально, неполиткорректно, неприемлемо. Но это не значит, что такой проблемы не существует. Шеф-повар, как мы выяснили, в чём-то художник. А художника обидеть может каждый. Приготовьте мне это с этим, а это без этого. То есть мы относимся с пониманием к людям, у которых есть аллергия и непереносимость. Всё остальное – это мой авторский взгляд на кухню. И как бы либо ты его принимаешь, либо ты идёшь в то место, которое ближе тебе по вкусу, по душе. Хамство, мне кажется, со стороны гостя, оно может быть разного уровня. Это не просто отказаться заплатить за счёт. Это хамское надменное отношение к официантам, о которых я выше говорил, и должны улыбаться. В российском обществе постсоветское расслоение гражданского общества, к сожалению, привело к тому, что есть ощущение, что одни люди лучше других. А это не так. Теперь об идеальном госте. Начинающие и уже успешные специалисты видят его по-разному. Но всё же общее явно прослеживается. Идеальный гость – тот, который понимает, зачем он пришёл в ресторан, чтобы не просто поесть всё-таки, а чтобы насладиться какими-то блюдами, которые ест правильными приборами и пьёт из правильных бокалов правильные напитки. Он должен быть открытым, прежде всего. У него не должно быть каких-то завышенных ожиданий, предубеждений, ну и вообще каких-то жёстких стереотипов. Это я ем, это не ем, это можно сочетать, это нельзя. На самом деле всё абсолютно условно, всё зависит только от того, как всё это приготовили. Мне кажется, идеальные гости – это те, которые интересуются блюдами в первую очередь, потому что официант – это задача рассказать о блюдах и продать больше, конечно же. И когда гости интересуются блюдом, спрашивают, что тут входит, что, как, как приготовлено. И официант это вдохновляет, потому что он начинает рассказывать, и он раскрывается совсем по-другому. И я думаю, что это идеальный гость, которому интересно то, что он ест, и вообще, что вокруг него. Есть три категории гостей. Первая категория, которая открывает меню и смотрит по правой колонке, есть по левой колонке. А есть уже появились люди, которые не открывают меню, начинают общаться с официантами, выясняют максимум информации о кухне, о блюде. Ну и напоследок комплимент от шеф-повара. Красивый, изысканный, а самое главное – правдивый. У вас хорошие повара. Я бываю не первый десяток раз уже в Челябинске, и у вас адекватная ситуация с кадрами, слава богу, у вас все хорошо. И им найти вкусные местные продукты, и уже придумать на основе них, может быть, даже традиционные советские, постсоветские, русские блюда, и это будет вполне достаточно. Продолжение следует...